Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Встречайте продолжение самого морского сезона «Орла и решки» Еще больше приключений Еще больше экстримов Еще больше удивительных открытий И как обычно, кто будет весь уикенд пускать деньги на ветер, купаться в роскоши и рассекать водную гладь на роскошных яхтах? А кто два дня плыть против течения, стараясь выжить на 100 долларов, решит «Орел или решка» Так, это «Орел и решка» и мы в солнечной Болгарии! Как-то слишком, наверное. Это Орел и Решка, и мы в солнечной Болгарии. Нет, нет, нет. Это Орел и Решка, и мы в солнечной Болгарии. Монетка. Коля, привет! Ты понимаешь? Это Орел и Решка, и мы в солнечной Болгарии. Я в Орел и Решка, понимаешь? Друзья, это Орел и Решка, и мы в солнечной Болгарии. Так, Алина, ты подбрасываешь монетку не совсем правильно. А как надо? Это особенно? Конечно, это особенная передача, это твой особенный день, особенный сезон и особенный подброс монетки. Итак, мастер-класс. Монетка между большим и указательным пальцем, подталкиваем к фаланге. Ловим, кладем на тыльную сторону ладони. Я говорю орел, ты говоришь решка. Открываем. Орел, берем рюкзак и до встречи на финалке. В смысле? Подожди. Коля, я же ничего не знаю, куда идти, ну объясни мне хотя бы что-нибудь, я же в первый раз в Болгарии. Иди за Джорджем Вашингтоном. Нет, Коля, я тебя прошу, подожди, ну как же, я же совсем одна здесь. Когда очень хочется на море, да так, чтобы близко, вспоминаешь о Болгарии. Стране популярнейших курортов еще с советских времен. Стране, которая привлекает своей доступностью, но о которой можно смело говорить – за границей. Алина, спокойно, без паники. Я же не первый раз за границей. Буду вести себя, как обычный турист. Так, для начала нужно поменять деньги. Ну вот, из 100 долларов у нас 159 левов. Кажется, правильно, левов. Мелочушка. Летом в Варне приезжает очень много туристов. Наверняка уехать из-за аэропорта не будет проблемой. Попасть в город можно на автобусе или на такси. Слушайте, это же моя первая программа. Хочется начать красиво. А на старых икарусах, уж поверьте, я и в детстве накаталась. Так что беру такси. Поехали. Ну что, Варна, держись. К тебе приехал богач с безлимитной золотой картой. Сейчас выберу себе самую крутую тачку, которая здесь есть. Здравствуйте. Скажите, у вас есть ламборгини? А Феррари? Кайен какой-нибудь. Нету? Порш? Нет. Ну слушайте, ну не Пежо же брать. Моя тачка на этот уикенд. Пежо 387. Две двери, 140 лошадиных сил и максимальная скорость 205 км в час. Ну а что я хотел? В разгар курортного сезона тачки нужно бронировать минимум за две недели. На самом деле Пежо это не так плохо. Руль есть. Сиденье удобное. Пежо удобное для жипов. Ну и габриалия. А что еще нужно для отдыха в курортной Болгарии? Чем болгары, тем и рады. Итак, что же мы знаем о Болгарии? Ну во-первых, болгарский перец. Правда здесь его называют сладким перцем. Болгарка. Придумали немцы, но здесь очень активно выпускают. Когда говорят нет, то кивают наоборот как да, как у нас. То есть нет и да. С этим надо быть поаккуратней. Все что ли? Это все что я знаю про Болгарию? А действительно, что мы знаем о Болгарии? Это точно где-то в Европе, у Черного моря, не Грузия, не Турция. О, вот она, наша черноморская соседка. А мы с Колей приехали вот сюда. Варна – это небольшой городок на берегу Черного моря. Из архитектуры здесь невысокие довоенные домики и обычные девятиэтажки плановой застройки в спальных районах. Главный кормилец города – порт. Самый большой в Болгарии и один из важнейших в Черном море. Самой Варне более тысячи лет. Но свой сегодняшний вид она обрела в период дружбы с СССР. Гуляешь здесь и чувствуешь, будто попал в советский провинциальный городок. Чисто и убрано. Нет кричащих вывесок и рекламы. Вокруг царит атмосфера спокойствия и неспешности. Будто в детство попало. Варне есть несколько самых главных достопримечательностей. И, конечно, самое видное из них – это старинный собор в центре города. Успенский кафедральный собор 19 века является символом освобождения города от османских завоевателей. Римские термы. По-нашему – бани. Когда-то Болгария была под властью Древнего Рима. И здесь любили принимать ванны богатые римляне. Бани, по сути, уже нет. Но парит здесь прилично так. Памятник царю – Калаяну. Который отвоевал у византийцев в Варну и присоединил ее в Болгарии. Но если честно, в Болгарию все приезжают именно ради моря. Поэтому айда смотреть самую главную достопримечательность. Но здесь туристы ожидают разочарования. Из-за активной работы порта пляжи Варны оставляют желать лучшего. Поэтому все туристы уезжают на известные курорты по соседству. Золотые пески и солнечный берег. Туда собираюсь отправиться и я. Морской сезон научил меня, что если есть море, значит можно поддайвить. Поэтому я арендовал лодку, необходимое снаряжение и отправился изучать глубины Черного моря. Конечно, дайвинг в Черном море – это звучит забавно. Здесь не увидишь ни рыбок толком, ни осьминогов, ни каких-то морских монстров. Но здесь есть кое-что не менее интересное. Ладно, сейчас сами увидите. Воды Черного моря – это, по сути, настоящий исторический музей. Со времен Первой и Второй мировой войны тут остались тонны военной техники и все дно буквально усыпано затонувшими кораблями и самолетами. Я отправился давить к затонувшей подводной лодке Ща-211. Или попросту Щука. Когда-то она была гордостью Черноморского флота и за пару лет сумела потопить с десяток других судов. Но в ноябре 41-го Щука вышла в очередной боевой поход, из которого больше не вернулась. Сейчас от подлодки остался один скелет, покрытый мхом и ракушками. И дайвинг тут вызывает двоякие чувства. Ведь, по сути, эта лодка стала братской могилой для сорока членов экипажа. Но при этом она остается главной достопримечательностью у местных дайверов. Перед поездкой на местные курорты я решила хорошенько подкрепиться. Хоть в Болгарии, как и у нас, используют кириллицу, но понять местный язык совсем непросто. Сатирана Надена, классическая снежанка с орехи. О, задушено месо. Кого-то задушили. Как мило. Ой, я хочу что-то попробовать традиционное, но я знаю только болгарский перец, если честно. Может быть что-то есть особенное, такое вот болгарское. Болгарское. Это традиционное, да? Да. Супер. Мне вот это как раз и нужно. Так? Да. Это вам нужно? Да. Мне нужно поесть срочно, я очень голодная. И мне хочется именно ощутить вот эту болгарскую изюминку. Болгарскую? Изюминку. Это неважно. Понимаю. Спасибо большое. Спасибо. Как ему объяснить про изюминку? Вот вам пример болгарского человека. По-русски понимает, но легче говорить на английском. Мне принесли традиционные болгарские блюда. Перец и перец. Ну что ж, приступим. Перец номер раз с рисом и томатным соусом. Очень похоже на наши голубцы, просто без мяса. Вкусненько, так как будто бабуля мне сделала. С любовью. Кстати, только у нас этот перец называется болгарским. В Болгарии просто говорят сладкий перец. А у нас это пошло из-за того, что 70 лет назад из Болгарии привозили этот перец. Когда у продавца спрашивали, что за перец, он говорил болгарский перец. Вот так и привязалось. Он и правда сладкий. Вкусненько. А теперь перец номер два. В кляре с сыром, с чесночным соусом. Так, подождите. А где же перец? Ах, вот он где прячется. Вот же он перчик. Если честно, ощущается только сыр и тесто. Перец какие-то там отдаленные нотки, что он когда-то здесь был. Чуть-чуть солененькое. Но когда ты голоден, самое оно. Сейчас посмотрим, насколько дорога болгарская кухня. О, совсем недорога. Вернувшись с дайвинга к своему Пежо, меня ожидал сюрприз. Я здесь оставлял автомобиль свой. У меня же вроде бы была другая тачка. Я же не на скорую приехал. Так, тут одно из двух. Либо ее угнали, либо эвакуировали. Здесь же нет знаков, что нельзя парковаться. Извините, а здесь эвакуируют автомобили? Я просто не знаю, что делать такую ситуацию. Наверное, надо ехать искать на штрафстоянку или где она тут. Оформляется все. Здравствуйте. На штрафстоянку. На штрафстоянку на ближайшую. Машину эвакуировали, представляете себе? У вас эвакуировали машину? Да, две раз. А такси или? Такси. Водитель рассказал, что оказывается в Болгарии эвакуация машин – дело привычное. Главная причина – парковка в неположенном месте. А в курортный сезон практически каждое место превращается в неположенное. Зарабатывают на туристах как могут. А вот, вот как это у них делается. Наверное, и маяк где-то здесь. А вот и маяк красотка. Опа. Эй, что? Да, да, да. Подожди немножко. Да, здрасте. Я хочу узнать, что происходит с моим автомобилем. Не можно так. Если все надо, значит, это сделать. Что будет? Это не можно. Это что? Иди со мной. Иди со мной. Не можно. Сейчас пойдем. Все начинают. Что будем делать? Это правила. Надо будет. А, то есть я запарковался где-то, где нельзя парковаться, правильно? Нельзя парковаться. А там не было знака, что нет парковки? А где? 25 метров после твоей машины. После? А я запарковался до знака. Ну, так был знак, а вы были после знака. Да? А почему там было много других машин? Почему эвакуировали только мою? Нет. Оказалось, сегодня эвакуировали практически все машины с пляжа. Начинают села там, первый, второй, третий. А то есть они здесь стоят в том порядке, в котором они стояли на набережной, да? Ну хоть где-то я первый. Чтобы забрать машину со штрафстоянки, нужно заплатить штраф 30 долларов. Слушай, а у нас в программе уже платили штрафы с золотой картой? Или это впервые? Спасибо большое. На самом деле можно было просто спилить болгаркой. Когда у тебя безлимитная карта, 30 долларов – это вообще мелочь. Зато получилось неплохое развлечение по-болгарски. Самый дешевый способ добраться к курорту «Золотые пески» – это, конечно же, автобус. 40 минут в пути, и вот я уже на месте. Море! 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 Ура! Золотые пески – самый большой курорт на северном побережье Черного моря. Его название происходит из древней легенды. Когда-то тут спрятали клад жестокие пираты. Но природа решила отомстить бандитам, превратив награбленное золото в прекрасный песок. Самый чистый и мелкий во всем Черноморье. О, смотри, монетка! У этого пески золотые! На счастье! Ах, ну да, я же ведущая! Сейчас вам все расскажу про пляж. Море! Чистое, без медуз. Правда, немного прохладное. Песок! Грязно, но терпимо. Плотность населения! Умеренная. Очень даже ничего. По пляжу видны даже такие залысины, где можно конкретно такой большой компанией становиться. Контингент. Это очень важно. Я бы назвала его ассорти. Из бабушек, мам, детей. Ну и, конечно, телепузиков. Хорошеньких таких пивных. Инфраструктура. Тут с этим все в порядке. Здесь есть лежаки, кафешки, спасатели. Ну, правда, почти все платно. Ну и самое главное, здесь можно купаться с июня по сентябрь. В общем, по пятибалльной шкале ставлю пляжу Золотые пески твердую троечку. На своем Пежо освобожденном я тоже отправился на курорт Золотые пески. Именно там можно арендовать шикарные апартаменты для богатых туристов. На этот уикенд я выбрал жилой комплекс Аргишт Портес. Да-да, не шикарный отель, а именно жилой комплекс. Дело в том, что в Болгарии нет привычных отелей для богачей. Вместо этого тут строят комплексы, где можно не только снять апартаменты, но и купить их навсегда. А потом без проблем приезжать в свою квартиру во время курортного сезона. Здравствуйте. Я бы хотел снять у вас апартаменты. Да, какой вас интересует? А какие лучшие? С одной спальней и с очень большим холлом. Ну это самый лучший? Да, это для вас самый лучший. Давайте. Вот возьмите. Давно построили? Наш стель построен около четырех лет назад. Ну я видел там еще что-то достраивается. А мой номер уже достроен? Ваш номер полностью готов к заселению. Хорошо. Знаете, почему в Болгарии нужно бронировать апартаменты в разгар курортного сезона минимум за две недели? Чтобы их успели построить. Пахнет квартира как новая. Запах свежей мебели. Класс. Представляете, здесь еще не ступала нога человека. Ну без бахил. Я чувствую себя первооткрывателем. Если бы я сейчас смотрел номер отеля по богатому, то я бы конечно сейчас был бы разочарован. Но учитывая, что это апартаменты, которые, во-первых, свежепостроены и на продажу. И можно сказать, что я выбираю себе летнюю резиденцию навсегда. То довольно хорошо. Приятные такие теплые пастельные тона. Дерево, много дерева. Кондиционеры есть. Все очень стильненько. Вот вы заметили, да, вот параметры, по которым я сейчас хвалю это место. Обычно мы в отеле вот здесь есть джакузи, здесь есть бассейн личный, пальма, которая растет в прихожей, что-нибудь еще. А здесь этого не надо. Потому что, когда ты выбираешь жилье, ты смотришь на абсолютно другие вещи. Плазму, конечно, нужно будет заменить. А здесь красиво. Море видно, сосны, бассейны. Слушайте, а может быть впервые за историю Орел и Решки мы не просто будем снимать апартаменты, а купим их? Ах, апартаменты в Болгарии лишними не бывают. Тем более у нас же на Орел и Решка работает много людей, которые с удовольствием захотят приехать отдохнуть. На крайняк Наська Евлеева будет перезагружать варну и будет где жить. Подумайте на это, продюсеры. Я нагулялась, накупалась, теперь нужно подумать о том, где я буду спать сегодня ночью. И пока я не представляю. Но тут наверняка очень много гостиниц, съемного жилья и что-то мы найдем. Конечно, в Золотых Песках есть не только роскошные жилые комплексы, но и обычные отели. Но найти жилье в разгар сезона не так уж и просто. Поэтому вот вам список трудностей, с которыми может столкнуться турист на болгарском курорте. Проблема первая. Все номера здесь бронируют за несколько месяцев вперед. Поэтому место в отеле либо стоит огромных денег, 150 долларов за ночь, да, золотые пески. Либо все уже давно занято. Ну тут как бы уже вопрос не в деньгах. Как бы не остаться на лавочке ночевать. Проблема вторая. Местные говорят только на болгарском языке. И практически не знают ни русского, ни английского. Добрый день. Поговорить по-русски? Чуть-чуть. Мне нужна ваша помощь. Я просто не знаю уже к кому обратиться. Может быть вы подскажете, где здесь есть недорогая гостиница переночевать? Право. Влево. Прямо один километр. Все-таки направо-направо он говорил на болгарском. Потому что на болгарском направо означает прямо. Я походу заблудилась. Спустя полчаса я, кажется, нашла недорогой двухзвездочный отель. Отель Варшава. Я надеюсь, что здесь есть свободные места. Мне направо. И тут туристы поджидает третья проблемка. Дело в том, что большинство отелей-курорты были открыты еще в советское время. И с тех пор ничуть не изменились. Начиная с лифта 70-х годов. Это лифт. Подожди, ты что-то нажал? Как он поехал? Посмотрите, тут ничего даже не загралась стена. Первый раз такое вижу. Коридора, как в медицинском учреждении. Немного напоминает больницу. Чистенько. И заканчивая, собственно, самим номером. Ну что, подумали, что меня это все испугало? Нет. Чистая кровать. Телевизор в 4 дюйма. И ночник. Мне кажется, 40 лет назад он был очень крутой дизайнерской деталью интерьера. Назад в прошлое. Но если вы геройски выдержали все эти испытания, в конце вас ждет вознаграждение. Посмотрите этот вид! Какая-то фантастика. Я осталась абсолютно без денег, но я не жалею. Вечером золотые пески оживают. Все туристы возвращаются с пляжа и продолжают отдыхать уже в городе. Выпивают в барах, смотрят футбол, фоткаться с попугаями. Или играют на уличных аттракционах. Это днем не было столько людей. А такому богачу, как я, не пристало тусоваться с обычными туристами. Кажется, я нашел, где наконец-то смогу потратить деньги. И это место – казино. В золотых песках оно официально разрешено. Как еще один способ – наживаться на туристах. Но у меня золотая карта, так что я с радостью им это позволю. Вот так за пару часов я без проблем спустил полштуки баксов. А бюджетному тристу в золотых песках вообще денег никаких не надо. Веселье здесь само тебя находит. Бедра, мальчики, бедра. Ой, так не надо. Вот так не будем. Казалось бы, вроде бы ничего особенного, но атмосферка хорошая. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы знаете, я немного расстроен Варной. А в детстве, когда я расстраивался, мама мне покупала мороженое. Я его ел, и мне становилось лучше. А завтра будет вообще супер. М-м-м. А, Бобик сдох, окончательно сдох. Зачем я включила свет? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Хахахаха! Боже, я вообще забыл про него. Прекрасности моей гостиницы не заканчиваются, потому что есть завтрак, который входит в стоимость моего проживания. Ну, все очень прилично, творог, яйца вареные, колбаса, сыр, картошка, каша, сосиски, там салаты есть. Вообще, еще с собой возьму. В общем, такой себе бюджетный олл инклюзив. Выходит, на завтраки я уже сэкономила. Ну, а пока бюджетные туристы питаются бюджетно, я себе арендовал целый ресторан. Да что там ресторан, целую пиратскую шхуну. Мистер Баба. Удивительное название ресторана в Болгарии. Если бы это было где-то в Таиланде, было бы все окей. Но говорят, что это один из лучших ресторанов в городе. Пойду проверю. Друзья, знаете, что значит этот знак? Что в ресторан запрещен вход после казино. Ну что, набьем триумф. Несите меню, пожалуйста. О, супер. Это меню. Это меню. Это болгарское. Болгарское меню. Несите все то, что вы считаете нужным. Просто я не знаком с болгарской кухней и хочу познакомиться. Оказалось, болгарская кухня – это не только перец, но и черноморская рыба. Итак, мне принесли камбалу. Хорошо. Какая мягкая, приятная рыба. Барабульку. Барабулька – это вкус, знакомый с детства. Барабулька не подкачала. Хорошо. Дальше идет. Луфарь. Боже, какая вкусная рыба. Серьезно, очень вкусная. Луфарь, надо запомнить. Луфарь такой, фиг забудешь. И сибас. Ничего себе, такой внушительный. Сибас. Я понял, почему мне принесли две вилки и два ножа. Потому что одной парой с таким сибасом не справимся. Слушай, а что я стеснясь, я же один в ресторане. Тем более, у такого сибаса один раз в жизни можно поесть. Боже, как это вкусно. Вот я уверен, что если бы этот сибас знал, сколько он может принести радости, он бы сам выпрыгнул на борт рыбацкой лодки. Благодарю вас. Второй день своего отдыха я решила провести на еще одном знаменитом болгарском курорте. Я помню, что мне бабушка рассказывала, что такое есть место Слончик-Бряк. Солнечный берег. И когда-то было просто супер модно туда ездить отдыхать. Мне кажется, я просто должна, просто должна туда отправиться. Добраться туда можно на автобусе за 8 долларов. Я тоже решил покинуть золотые пески и отправился в одно интересное и загадочное место. Долину Каменный лес. Каменный лес – это огромная территория из камней и колонн, которые будто проросли сквозь землю. Выглядит фантастически. Но самое интересное, что до сих пор никто не знает, откуда взялось это болгарское чудо. Итак, научная версия. Когда-то все это было морским дном. А эти столпы – бывшие коралловые рифы. Со временем вода ушла из этих мест, а из оставшейся породы под влиянием солнца и ветра образовались каменные столбы. Версия мистическая. Это антенны для связи с инопланетянами. Уфологи верят, что когда-то это место служило инопланетянам как космодром. А эти камни были ориентиром для кораблей пришельцев. Версия историческая. Это развалины старого храма. Историки считают, что когда-то на этом месте жила древняя цивилизация. И эти валуны – единственное, что от нее осталось. А теперь моя любимая логичная версия. Это все каменный лес. Ну, знаете, есть лиственные леса, есть хвойные, а есть каменный лес. Здесь бегают каменные белки, по ночам воют каменные волки. А слышите стук? Это каменный дятел долбит дупло. Вот так вот киркань. Он же не будет свой клюв стачивать, он же не совсем дятел. Спустя два часа я приехала на самый модный курорт Болгарии. Встречайте! Солнечный берег! Ну, друзья, произошла небольшая лажа, если честно. Я хотела вас удивить пляжем, про который пишут в интернете, что это просто офигительный пляж длиной в десять километров. Что тут какой-то особенный песок. Но песок тут такой же, как и на золотых песках. Те же шезлонги, то же море, те же туристы, те же чайки, блин. Я ехала сюда, а в принципе разницы никакой нет. Ну, может быть песок чуть-чуть помягче. Ладно. Так что не расстраиваться. От нечего делать я тоже отправился на пляж. Рядом со своим отелем. Все развлечения, которые есть на этом пляже, возьму в двойном размере. Оторвусь, зажгу. Песок полетит в стороны. Скажите, а есть парашют? Можно покататься? Завтра. Хорошо, а банан есть? Покататься на банане можно? Тоже нельзя? Оказалось, из-за плохой погоды все аттракционы закрыты. Я даже не знаю, что делать. Ну не в волейбол же играть. Я знаю, как сделать из этого игру для богатых. Ну что, играем на ящик лобстеров? Три-один. Значит так, сейчас я даю вам пас, вы ей, она мне и я забиваю. Окей? Поехали. Давай, давай. Набивай. Нет! Мне кажется, девочку надо заменить, она тянет команду вниз. Слушайте, ну, если бы не эта девчонка, ящик лобстеров был бы наш. Пойду искать лобстеров. Ребят, продайте лобстеров черноморских. Из-за плохой погоды на солнечном береге я так и не покупалась. Что ж, иду на местную набережную. Не зря же я приехала. Местные набережные, ну ничем не отличаются от других набережных курортных городах. Те же палатки с сувенирами, кафешки и аттракционы. Вот такие аттракционы на самом деле есть практически в каждом курортном городе. Я никогда не спрашивала, но почему бы в первый раз? Ой, господи, она точно прикреплена? Давайте снимите, типа я это сделала и я не буду делать. Пожалуйста. Ой, нет, я чувствую, она уже почти. Нет! Нет! Ой, господи, ну зачем? Все, не хочу быть чайкой, не хочу. Я выжила! Нет, нет, это точно должно быть наоборот. Тут какая-то ошибка. Должны платить деньги, чтобы это делать. Тут ошибка. Друзья, учитывая, сколько в Болгарии русскоязычного населения, я уверен, ваш поиск бутылки превратится в невероятно крутое приключение. Потому что вы найдете столько новых знакомств. Потому что, как говорится, не имей 100 долларов, а имей 100 друзей. А когда начнется охота за бутылкой, здесь будет столько людей, а средних столько волшебных, красивых, сказочных, потому что другие Орел и Решка не смотрят. Оп, 100 долларов, записка. Оп, так, крышка, крышка, крышка. Оп, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Когда будете искать приключения в Болгарии, сначала отыщите бутылку от Орла и Решки. Отправляйтесь на набережную Варны. Там, недалеко от порта, есть скульптура ожидания. Встаньте к ней спиной и пройдите еще 10 метров. Под одним из камней и спрятан наш клад. Для того, чтобы вам было проще найти, я посидел здесь вот двух бронзовых ребят. Поспешите, они ведь не железные. Болгария – это дама без возраста. Какой она была 50 лет назад, такой и осталась сегодня. Чем болгары, тем и рады. Кому-то может стать с ней попросту скучно. Конечно, дайвинг в Черном море – это звучит забавно. Но всегда найдется тот, кто найдет мне свою изюминку. Мари-мари-мари-мари-мари-мари-мари. И не важно, будет у тебя золотая карточка или нет, в Болгарии ты почувствуешь себя, как дома. Это лифт. Первый раз такое вижу. Я здесь оставлял автомобиль свой. Боже, как это вкусно. Бедра, мальчики, бедра. Оторвусь, зажгу. А теперь моя любимая. Казалось бы, вроде бы ничего особенного, но атмосферка хорошая. Привет. Привет. Привет, Алина. Почему ты здесь? Ну, потому что здесь самые дорогие коктейли на набережной. Я хочу все-таки спустить состояние. Ну и что, как твоя Болгария? У меня просто море эмоций и впечатлений. У меня был просто замечательный отель с таким шикарным видом. Здесь люди, какая-то атмосфера волшебная. Все, знаешь, все просто как будто на руку шло. Правда, я очень устала. У меня ноги просто уже не идут, но классно. Ну, ты знаешь, у меня в Болгарии была другая. У меня в Болгарии была скучная на самом деле. Почему? Потому что с золотой карты здесь негде разогнаться. Но тут кроме казино-то исходить толком некуда. Ну, если честно, я знаю, куда тебе потратить свои деньги. Вот мой сувенирчик из Болгарии. Алинчик, ну так, кто же в Болгарию каблуки надевает, а? Первый раз. Давай немножко встряхнемся, пойдем гулять. Ты иди погуляй, возвращайся, я здесь буду. Идем, идем вместе. Ну давай, это же мой первый раз. Алин, ты зонтик забыла. Друзья, до новых встреч. Алин, зонтик возьми.